Что такое национализм? Национализм это рост национального самосознания нации, которая была каким-то образом либо угнетена, либо была ассимилирована. Поэтому, когда, например, в конце 80-х годов, в начале 90-х годов националистические движения в бывших союзных республиках формировались, то они были встречены аплодисментами на Западе, в Соединенных Штатах, прежде всего, это литовский национализм, латышский национализм, эстонский национализм. Все приветствовались, молдавский национализм, украинский национализм, узбекский, все национализмы приветствовались. Один русский национализм, тоже вешали ярлыки, что это фашизм, и это является шовинизм, что само по себе несправедливо, вот в третьей той логике, о которой я только что рассказал. В возрождении национального самосознания это же не является фашизмом, это является переструктурирование миросмысленения, мировоззрения человека. Поэтому, когда русский осознает себя русским и говорит, что я горжусь, что я русский, но это не является фашизмом. Русский не обязательно, что он против еврея, или против украинца, или против грузина. Я горжусь, что я русский, например, я горжусь, что я православный. Я, знаете, будучи в политическом институте, на первом курсе, когда мы пришли в группу, то стали представляться друг к другу. И вдруг встает один из, уже после армии парень, и говорит, а я еврей, и горжусь этим. Вот его все зауважали, потому что, как бы, те годы считалось, небольшие, как бы, якобы гонения были. Но, тем не менее, и то, что сейчас встает русский человек, и говорит, что я русский, почему-то все тут же начинают ассоциировать его с великим гражданом российским шовинизмом, с еврейскими погромами, что само по себе неверно. То есть само общество либо нагнетает специально такую русофобскую, и оно так и было в 90-е годы. Русофобия — это была козырная карта практически большинства партий, которые шли в Думу, кроме партии Жириновского, который единственное публично говорил, я защитник русских, я защищу русских. И он действительно продолжает эту политику до настоящего времени. Это не табу, которую надо обходить. Русский национализм — это нормальное явление после того, как коммунистический режим все время душил, давил русский народ как носитель шовинистических идей, то это внутренне сделало русского как бы изгоем в своем собственном отечестве. Поэтому то, что сейчас русский встал с колена и русский расширяет плечи, то это хорошо, это надо только приветствовать. Естественно, говорить о фашизме русском — это отвратительное явление, но таких уродов очень мало. То же самое на Украине. Есть, например, украинские националисты и есть фашисты. Фашисты — это мерзавцы, которые творят то, что мы видим. А национальную идею, которую проводят люди, то ничего здесь плохого нет. Но русские, например, в Юго-Востоке Украины, они опять же, осознав себя русскими людьми, они встали во весь рост и взялись за оружие для того, чтобы отстоять русские ценности, русские устои, русскую историю. Поэтому это достойно глубокого уважения. Редактор субтитров А.Семкин